Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам. Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне. Очень мне понравилось, как мама говорит, посмотрите, какая у меня золотая датына. Он всем помогает, ЗСУ помогает, котикам помогает, ну в общем, раздай срака. Всем готов протянуть руку помощи. И здесь у меня закралось смутное сомнение. Мама, а кому конкретно ваш сын помогает? Вот покажите, что он сделал, кроме помощи ЗСУ этому самому Антону. Ведь когда к нему обращались другие жены ЗСУ с просьбой открыть какой-то там крупный сбор на что-то, Севка от этой женщины красиво отмахнулся. Хотя она ему предлагала связаться с бойцами, что люди готовы выйти к нему на связь, представиться с какой они роты, там полка, взвода, неважно. Но достоверная проверенная информация, что людям нужна была какая-то там помощь солдатам, сбор на что-то. И что сделал Севка? Сказал, извините, я не помогаю туда, куда я не знаю. Хотя все прекрасно видели, что Надя на операции 130К было собрано практически за два дня. Так вот, его бы действительно вот эти рвения, да в благих целях, а что же он делал? Ну вот Антон обращается и Антон получает, так сказать, прикормленный свой личный ЗСУшник. То, что Севка собирал там на термобелье носки и трусы, я еще тогда с этого угорала. Потому что, ребята, ну простите, когда ваш муж ходит на работу, вы же не выходите, да, и не говорите, блин, ребята, мой муж ходит на работу, соберите ему, пожалуйста, на носки и трусы, ему необходимо термобелье, потому что он на улице. Нет, вы это покупаете самостоятельно. И я еще тогда не верила, что к нему реально кто-то обращается за термобельем, трусами или носками. Это то, что купит каждый человек себе сам, если он этого даже не получил. Поэтому это очень смехотворно выглядит, вот эта помощь ЗСУ. И опять-таки, мама, вы забываете, почему ваш сын помогает ЗСУ. Только для того, чтобы потом ему не сказали, а где ты, корва, был? А он скажет, вот смотрите, я же помогал, вот мои переводы денег, именно для этого ваш сын это делает. И опять-таки, это ничто по сравнению с тем, что делают ребята, которые находятся там. Поэтому уж чья бы корова молчала за помощь ЗСУ, вернее, мычала, но ваша стопудняк вот там вот где-нибудь в сторонке молчала. То же самое и по поводу котиков. Ребята, простите, а чем ему еще заняться? Ну вот реально, крендель, который целыми днями нихера не делает. Вот обратите внимание, его будни. Утром он проснулся и быстренько помчался. Ну, утро у него там часиком к 10-11 начинается. И помчался к мамке за контентом. Полдня у мамки провисел, видосов напилил и вернулся домой. Он ничем не озабочен, он ничем не озадачен. Его занятость в театре, это вообще просто слезы смехотворно. Вот эта вот нагрузка, которую он там имеет. Ну, это просто ни о чем. Поэтому, когда мама рассуждает, сколько он всего делает, а что ему еще делать? Ну вот что ему еще делать? Плюс мама забывает о том, что он еще благополучно. И когда мамка пытается всем доказать, какой у нее сын молодец, удалец, ребята, у меня это вызывает только смех какой-то, вот знаете, действительно неудержимый. Но да ладно, и на этом мамка не остановилась. Мамка замесила всех мажоров, которые свалили вот туда, на запад Украины, куда-нибудь в сторону Буковеля. И посмотрите, что там, бухлишко, шашлыки, машлыки. И кто из них взял в руки автомат? Мама, а кто из вас взял в руки автомат? Очень интересно бы было посмотреть. Вот кто из вас, из вашего ближайшего окружения взял в руки эти самые автоматы? То есть, когда вы говорите, кричите за кого-то, вы посмотрите в первую очередь в свое окружение. Сколько возле вас здоровых мужиков, здоровых лбов. И почему они еще до сих пор без автоматов? Ах, я забыла. Они же поднимают экономику. И вот здесь опять-таки, ребята, мне смешно. Вы верните тех пацанов, поменяйте их. Они точно так же станут и будут поднимать экономику. Ну вот предложи какому-нибудь пареньку, который давным-давно на нулевке, поменяться севкой местами, попрыгать по сцене у ёперного театра, подергать там ногами, попеть, какой-нибудь трэш на ютубе снять, кого-нибудь обматерить на ютубе. Да на раз-два, любой гораздо будет, лишь бы не находиться там. И вы забываете, что ваш сын часик-два попрыгал и приезжает домой в тепло, в отличие от других ребят. Поэтому уж чья бы корова мочала, ну, ваше сто пудово где-то вот там вот сопело бы в две дырочки и просто рот не открывало. Но, ребята, какова мама? Кого-то она видит постоянно и регулярно, что тот отлынил, тот отлынил, а своих в упор предпочит. И вот тем, кто сидит в буковеле и не взял в руки автоматы, им оправданий нет. А вот затронь, например, севку, мама вам найдет сто причин оправданий, почему он не должен этого делать. Но, действительно, пусть это делает кто-то, но главное не руками севки. Они вот тут на ютубе повоюют, попроклинают всех, какие-нибудь там клемо на лоб сунут. И все, баста, на этом хоре. И вернуться к своей обыденной, обыденной жизни. Поэтому, когда мама вот так его превозносит, сколько он всего делает, мама, о чем вы? Вот просто о чем вы? Я не знаю, когда женщины пытаются оправдать действия мужика, вернее, бездействия. Меня, ребята, каждый раз это поражает. Ну и, конечно, нашлись те же куколки, которые тоже уверяют, сколько всего севка делает. Ребята, я не знаю, мы, наверное, разных севок наблюдаем. Вот просто разных севок. Ваша севка что-то делает, а я вот в упор не вижу, что тот севка, которого я смотрю, реально делает. Кроме того, как пилит контент и на этом зарабатывает. Но, да ладно, ребята, разговор тоже не об этом. Перешли к эксклюзиву, который имеет мама. У мамы мыло ручной работы по 500 гривен за кусочек. И мама предлагает всем приехать и помыться. Потому что никогда никто из нас такого мыла в руках держать не будет. Эх, мама, мама, вы вначале себя, в конце концов, нормально вымойте, отмойте. А потом кому-то там давайте рекомендации и приглашайте к себе в гости на мытье. Я думаю, что все ваше эксклюзивное мыло для того, чтобы вас отмыть и отпарить, на это и уйдет. И нечем будет других. Ну и, конечно, ребята, перешли к воспоминаниям. Воспоминаниям мамы и Надюхи. Они вспоминают о том, как ехали с Севкой под 200, за 200 километров в час. И им не было абсолютно страшно. Они ехали, ночили на расслабоне. И смотрели, как Севка, будучи учеником, очень вальяжно держал ручку, одной рукой, вернее, руль. И спокойненько вез этих самых дамочек. Но признак глупости, это и есть признак бесстрашия, когда у тебя нет инстинкта самосохранения. Потому что, ну, либо тебе уже просто не для кого жить. То есть, ты никому не нужен на этом белом свете. Тогда можно и в бесстрашие это самое поиграть. Потому что, ребята, Сев бы я, например, к нему в машину, я бы первое, что сделала, однозначно пристегнулась. И второе, я бы стопудово контролировала спидометр. И однозначно говорила человеку, сбавь скорость, мы слишком быстро едем. Я бы начала там истерику какую-то катать, устраивать на крайняк. Я бы просто вышла и пересела в какую-то попутку, автобус, поезд, неважно. Но я бы не ехала с полудурком 200 км в час. И здесь надо не гордиться этим, а ужасаться от собственной вот такой вот какой-то жизни, которая никому не нужна. То есть, нечего терять, поэтому и не страшно. Не для кого жить. И стоит вам задуматься, почему же в вашей жизни... Ну и дальше, ребята, конечно, разговоры о подготовке к Надиной операции. Все-таки пришли к выводу, что эту самую клизму Наде сделать нужно. Только непонятно, кто же ее будет делать. Потому что самой клизму в опу всунуть неудобно. Я вообще не понимаю, что за какие-то непонятные терки, что за какие-то сомнения. У вас есть светило медицины, который буквально недавно кричал, что вот-вот настанет тот момент, когда он начнет лечить бабок. Цитата автора. Так вот, пусть бы на Наде практиковался, всунул клизму, помог очистить кишечник. И привел, подготовил, так сказать, Надю к операции. Привел ей. Ну и дальше Надька, ребята, в истерике уже требует, чтобы все перестали писать ей за Алину. Она с ней не общается. Алина не является никаким диетологом. Да ладно, Надя. Люди еще летом, когда ты только с ней связалась, уже тогда говорили о том, что Алина не является никаким профессиональным диетологом. И я, конечно, тоже скромненько о себе так заявлю, что точно так же говорила то же самое и я в своих обзорах. Потому что не может человек, который является официально диетологом, без каких-либо обследований, анализов назначать тебе диету. Но я так понимаю, что коль Алина не диетолог, Надя пустилась во все тяжкие и полноценно начинает наедать упущенные килограммы. И уже, конечно же, не брезгует ничем. В мясорубку, в ее топку идет уже все и полно. Алина, походу, такой же самый человек, который просто худел и имеет в этом опыт. Но, ребята, кто из нас сидит периодически на диетах, у многих это уже просто образ жизни. Каждый из нас может назвать принципы похудения. То есть, что можно есть, что нельзя. Опять-таки, интернет, ребята, куча информации. Даже поэтапно составлено меню по дням. Там завтрак, обед, ужин. Колораж просчитан, громовка. Все уже просчитано. Куча, допустим, фуд-блогеров, которые точно так же всю работу уже проделывают за тебя. Здесь не надо быть всеми пядей во лбу для того, чтобы похудеть, если поставлена такая цель. Ну и опять-таки, практически при каждой больнице есть диетолог. Кому ты можешь обратиться и тебе помогут. Было бы желание. Но, коль Надюха разочаровалась, она решила отомстить Алине и конкретно вернуться к исходнику, в котором... Ну и дальше, ребята, севушки, конечно, обидно. Обидно за то, что рвут опу, как он сказал, вы рвете жопу за Магомаева. А чего вы за него ее рвете? Ну, действительно, непонятно. Тем более, ребята, когда это говорит сам севка Ад? Ну вот представьте, это такой специалист. Это, я не знаю, голос. Просто, не просто голос Украины. Это голос мира. Знаете, вот эта голубка мира. Это все про севку. Но ему просто равных нет. Поэтому он и может давать всем четкие оценки и характеристики. И где там какой-то Магомаев против самого севки Ада? Поэтому его, как компетентного специалиста, слушать нужно. А вообще хочу сказать, что действительно на этом поприще он видит, что он никак не состоялся. И шансов состояться у него уже практически нет. Потому что никуда не зовут, никуда не приглашают. И нигде, конечно же, он не востребован. Поэтому, коль я не смог здесь состояться, я засру и остальных. У кого это получилось и кому это удалось. Ну и дальше, конечно, мы перешли к тому сумасшедшему труду, который, по мнению Надюхи и всех вот таких вот куколок подобных ей, проделывает севка каждый день. А вы, вот как говорит Надя, попробуйте открыть канал, взять камеру в руки и столько работать. Это сумасшедший каторжный труд, как работает севка. Ну действительно, это такой, ребята, неподъемный труд. Я представляю, как у мальчика к концу рабочей смены болят рученьки. Ведь не каждый рученьки сдюжат столько держать телефон. А вообще, да, ребята, это прям передовик производства Ютуба, блогерства. Почему? Потому что не каждый на самом деле сдюжит снимать по три видоса в день, по 30, по 40 минут. При этом еще не забывать о трансляциях и работать без выходных, без проходных и даже без больничных. Вот так чудило. Трудится для того, чтобы обеспечить любви. Ну и дальше перешли, ребята, к очередным продажам. В ход пожила вот эта вот обувь. Я вообще, ребята, не представляю. Мамка, в принципе, возмущается, что зачем было столько обуви накупать. Ее так много для того, чтобы ее продавать. Да, в моем понимании это перегиб обуви. Почему? Потому что, ну мне так кажется, лучше иметь 2, 3, 4 пары, но хорошие обуви. Которую ты носишь, и она тебе действительно, вот ты обул, и тебе это нравится. То, что они показывают, я не знаю, в моем понимании это какое-то говно. Вот реально, я бы его бесплатно не взяла, даже мужу ходить по участку. Ну потому что говно. А они этим так кичатся, и мама возмущается, что они за эту обувь тысячи отдавали, а теперь за бесценок продают. Да вы посмотрите на эту обувь. Эту обуви тяжело назвать, и я вообще не знаю, как это можно продать. В моем понимании этому место возле мусорника, в надежде на то, что какие-то там маргиналы, асоциальные элементы, проходя, подхватят и будут носить. Но не может человек в нормальном, в адекватном состоянии это покупать. Но, как сказал Севка, вы, покупая эту обувь, получаете гарантию, что никто эту обувь с вас в городе не снимет. Севка, а у тебя что, был подобный опыт, что с тебя обувь снимали где-то? Очень интересно было бы посмотреть. А второе, ребята, посмотрите на состояние этой обуви. Вроде бы ее много, но как ее занашивают, как ее убивают, и ведь реально ни одной пары хорошей обуви нет. Она вся какая-то, я не знаю, скухоженная, заношенная, какая-то сморщенная. Но вот что-то непонятное, это нельзя назвать кроссовками. Вот у меня муж, например, любит спортивную одежду и, понятно, ходит в кроссовках. Но это не похоже на кроссовки, это не похоже на макосин, это не похоже просто ни на что. Это вот какие-то просто тряпки. И при этом они заявляют, что это типа брендовая обувь. Ну, не знаю, смотрю на это. Вот знаете, такая угашенная, угашенная эта обувь. И я не представляю, как они ее вообще продают. И как им вообще не стыдно демонстрировать, до какой степени они убивают и занашивают эту обувь. И, кстати, это нетипично, потому что, когда у тебя много обуви, ну вот девочки меня поймут, ты же не носишь постоянно одни и те же, например, кеды или кроссовки. Ты поэтому и имеешь много обуви для разнообразия. Сегодня ты одну пару обувь, завтра вторую и так далее. И она не успевает так занашиваться. И тогда возникает, естественно, вопрос, сколько лет эту всю обувь копили и собирали. Ну, и каждый раз, конечно же, Севка не забывает добавить, что эту обувь самую пору привести в порядок и, конечно, не будет. Ну, и, конечно, мамка добавила, что обувь очень хорошая, ее еще носить и носить. Мамка, если это такие эксклюзивные экземпляры, как вы можете продавать? Тем более за бесценок, когда ваш сын тысячи за нее отдавал. Быстренько подбирайте, у вас там зять есть, еще зятья этих, внучек, дети. Быстренько всем по паре обуви на Новый год презентовали и будет всем счастье. Почему вы упускаете такие шансы, отдаете кому-то за бесценок? Ну, и дальше, ребята, продемонстрировали просто эксклюзивный лот от Коки. Один кроссовок 42-го размера, второй кроссовок 43-го. У кого нестандартные ноги, пожалуйста, покупайте. Я вообще, ребята, честно не представляю, вот как ты мерял обувь. Ну, вот если у тебя 42-й размер, ты обул, да, порядок, то есть кросс подошел. Ну, как ты 43-й, а бул и не почувствовал разницы. Вот это действительно вопрос. Ну, и, конечно, здесь, ребята, еще и Коки не забывает жаловаться. А жалуется на то, что Севка продает, а денег ему за его обувь не возвращает Коки и не должен. Тот, кто покупает, тот себе компенсацию и возвращает. Коль откуда ушло туда и прибыло. Коль Севка тебе купил, Севка себе это и возвращает. Ну, и дальше, ребята, Коки, конечно, перешел к вьетнамкам. Оказывается, это эксклюзивные вьетнамки за 1000 гривен пара. И он всем и говорит, я бы на вашем месте их купил. У меня возникает вопрос, а чего ты на своем месте вот такие шикарные вещи и продаешь, тем более за сущие копейки, за каких-то пару. Ну, а Севка, как всегда, конечно же, не забывает всем закрывать хавальники. И там, ребята, даже его куколки активничают и кричат, что Севка эти самые деньги за эту обувь кидает на благое дело. И как вы думаете, куда? Конечно, отдает ЗСУ. Вот такой он молодец. А они, конечно, как никто, доподлинно знают, куда уходят эти деньги. Они, наверное, контролируют. Либо Севка лично перед ними отчитывается, куда же уходят эти деньги с продаж. Вот чтобы Севка не продавал, все, конечно же, идет прямиком на ЗСУ. У меня такое ощущение, что они с ним в одной постели лежат, либо 24 на 7 находятся. Поэтому точно мониторят и знают, куда ушли каждые деньги с любой продаж. Ну и, конечно, ко мне на канал они тоже не забывают периодически прибегать и кричать о моей зависти. Да, ребята, вот сижу и думаю, кому бы мне сегодня позавидовать. И только Севка под руку мне постоянно и подворачивается. Но находятся те, которые пошли еще дальше и пишут мне о том, что Севка обо мне даже не знает. Я для него ничтожно маленький канал, и он обо мне даже не знает. Но, во-первых, начнем с того, что вы ошибаетесь, что он обо мне не знает. Потому что ко мне на канал он тоже прибегал. Но мне, например, абсолютно фиолетово знает, не знает. Но я уверена, что Севка знает о каждом обзорном канале на себя. И каждый этот самый обзорный канал, неважно, маленький, большой, он мониторит. Потому что темы для роликов ему нужны. Потому что сам по себе Севка уже придумать их не может. И мало того, Севка как блогер не может не знать, что именно на негативе он и зарабатывает. Потому что показывал бы он вам ёперный театр, готовку, чем бы вы восхищались. Вы бы постоянно одно и то же не смотрели. Его смотрят именно как трэш-блогера. Поэтому Севка все прекрасно знает и мониторит. Но мне, в принципе, фиолетово смотрит он меня, не смотрит. Но от слова плевать. Ну а по поводу зависти, конечно, я только тем и живу. Вот утром проснулась, взяла телефон, посмотрела на Севку с ТВ и понимаю, все, меня уже жаба вот эта отдалела снутри так, что пережить их жизнь я просто не могу и не в состоянии. А с другой стороны, не судите всех по себе. Ну вот если вы живете завистью к Севке и не говорит, что все на это смотрят и этому завидуют. Вот такая маленькая вам рекомендация. Причем бесплатно. Ну вот такой обзор получился. Продолжение, конечно, следует. А пока.